Добрый день, дорогие зрители! Мы сегодня в Институте Правды. У нас сегодня очень интересная тема, что нам делать в ближайшее будущее, потому что, на самом деле, переход из одного мира в другой очевиден для всех, а что делать на этом переходе, мало кто понимает, да и мы сами, честно говоря, до конца не понимаем, но пытаемся разобраться в этом вопросе. Я представлюсь. Меня зовут Сухонос Сергей Иванович. Я, так сказать, системолог в первую очередь, космист русский. У меня 25 книг написано на тему системологии и космизма. И для меня вот это выступление является в то же время познавательным. То есть я не собираюсь вещать какие-то истинные последние инстанции, я собираюсь поговорить с Алексеем Сеевичем Гапоновым, который здесь присутствует. Он представится, я думаю, сам. Он очень интересный собеседник, и я, собственно, с огромным удовольствием буду беседовать с Алексеем Сеевичем Гапоновым. Алексей Сеевич. Спасибо большое, Сергей Иванович. Да, Гапонов Алексей Алексеевич, глава Русского космического общества, русский многодетный отец, человек, который отождествляет себя с теми идеями, о которых мы будем сейчас говорить, идеями русского космизма, и идеями вот того перехода цивилизационного, в котором мы сегодня имеем счастье жить и работать на этот переход, в этом особом периоде, как мы его называем, и русское космическое общество, которое мне посчастливилось возглавить на этом отрезке его исторической жизни, это собрание людей, объединенных общей целью. А цель создания условий для перехода цивилизации в эпоху аноосферно-космической истории не много и не мало, ровно столько. Ну, у нас с вами достаточно интересная дискуссия будет, которую я хотел предварить. У меня есть как бы три отправных, так сказать, момента, и я их хочу сопроводить в некоторой готовой презентации. О чем идет речь? Первое. А какой именно глобальный переход мы с вами живем? Для того, чтобы это понять, необходимо понять, в какой цивилизации мы с вами находимся, на какой стадии развития цивилизации мы находимся. Для этого надо просто вернуться в прошлое и посмотреть, как цивилизации развивались. Вот на этом слайде, который сейчас видите, показан исторический путь цивилизации. Сначала это были речные цивилизации, вот я вам показываю этот слайд, вокруг Нила, это египетская цивилизация, 5000 лет назад. Таких четыре цивилизации было, на следующем слайде вы это видите. Значит, что дальше? Дальше появляется Средиземноморская цивилизация, которая вырастает в Римскую империю. Потом появляются цивилизации Суши, которую называют одновременно по-разному и Великой Монгольской империей, называют и, так сказать, евразийской территорией цивилизации, называют Тартарией, разное название в разные времена были. И, наконец, мы с вами сейчас, в настоящее время, находимся в эпоху, когда доминирует западноевропейская цивилизация, которая является цивилизацией океана уже. Какая тенденция, очевидно, наблюдается? Она наблюдается в следующем. Масштабы цивилизации растут, и ширина деятельности тоже растет. То есть, если раньше цивилизация могла разместиться вдоль берегов какой-то реки, и там жило не более 10 миллионов человек, потом, в общем-то говоря, когда на море, так сказать, жило уже там 60 миллионов человек, 80 миллионов человек, Великой Монгольской империи объединяло 160 миллионов человек, то сейчас океаническая цивилизация – это золотой миллиард. То есть, мы видим, что растет масштаб цивилизации, и, очевидно, вот на этом слайде хорошо видно, что следующий шаг, он предопределен. Это планетарно-космическая цивилизация, которая будет объединять всю планету, единое целое, с выходом в космос, с большими орбитальными станциями, и численность населения, по некоторым оценкам, будет 15 миллиардов человек. То есть, это наше будущее. То есть, мы стоим на переходе от западноевропейской цивилизации, которая базировалась на капитализме, к планетарно-космической цивилизации, которая будет базироваться, с нашей точки зрения, на социализме, может быть, даже в некоторой форме коммунизма. То есть, это будет совершенно другая цивилизация. Какие проблемы тут возникают? Ну, вот объединение цивилизации в единую цивилизацию сейчас уже происходит. То есть, мы видим, что есть единые стандарты по всему миру. Это метрическая дюймовая система, язык общий – английский, финансовая система построена на доллары, есть общая информационная система – это интернет, есть общая система навигации – GPS, есть общий жандарм США, который, правда, сейчас начинает свои функции складывать в себя, но это неважно совершенно. Общий рынок продуктов и товаров, почему? Потому что мы можем с вами на нашем столе или в ресторане увидеть продукты со всего мира практически. Общая транспортная система, то есть, никаких проблем перемещения на машине, на самолете уже нет по всему миру. Сейчас формируется общая медицина, к сожалению, не так, как нам бы хотелось, но она формируется. Общая система образования, которой нам очень не нравится, это ЕГЭ, тоже формируется. Вот, общая правовая система почти сформировалась. То есть, мир идет к унификации, к созданию единой системы. Что стоит на пути, что является препятствием? Препятствием является прошлое разделение цивилизации на отдельные блоки. Это о чем говорил Ханкинтон. Вот на этой карте видно карты цивилизации, которая сложилась к нашему времени. И в 70-е годы знаменитый очень исследователь цивилизации, американец Эмель Ханкинтон, он опубликовал книгу, которая называется «Столкновение цивилизации». О чем идет речь? О том, что цивилизации, которые сложились к 20 веку, они имеют разную культурную базу. Возьмите, например, Китай, арабский мир, славянскую цивилизацию, западный мир. И у них разные представления о том, как надо жить. И, соответственно, разные представления об экономике и о всех других вопросах. И эти столкновения, они должны привести к конфликтам. Эти конфликты были и раньше, когда формировалась человеческая цивилизация, когда на племенном уровне, допустим, началось объединение в народы, там были прекращающиеся конфликты, кровь проливалась, были войны, вот на этом слайде видно. Но сейчас идет столкновение на уровне цивилизации. Когда это столкновение закончится, у нас с вами будет два варианта объединения. Первый вариант на левой картинке, на слайде вы видите, это единая и безликая человеческая масса, возглавляемая, так сказать, на вершине пирамиды, это всевидящим оком, это элитарный вариант концлагеря, которым нас толкают глобалисты сейчас. А правый вариант – это некоторая живая система, в которой будут все культуры, все цивилизации предыдущие, все направления сохранять свою особенность, и они при этом будут гармонично взаимодействовать. Как у нас в организме взаимодействуют наши 12 систем. Вот это вот очень важный момент перехода, и мы стоим сейчас как раз на пороге такого грандиозного объединения. Ну, я сейчас еще один момент, так сказать, отражу, раз уж мне позволено это делать. Нам необходимо новое единое космопланетарное мировоззрение. Дело в том, что любое объединение, оно начинается в сознании. Пока мы в своем сознании не построим модель будущего мира, а мы хотим построить гармоничные модели, а не вот эту элитарную, которая все просто и понятна. Когда есть жандарм, есть толпа, нам это не нравится явно. Тем более, что я хочу сказать, что элитарный режим, даже если его построят, он недолговечен. Почему? Потому что тоталитарные системы – это аналог костных систем. И они все обречены, потому что они не способны к развитию. А если система живая не способна к развитию, она практически рано или поздно сама себя изживает и саморазрушается. То есть этот вариант, если даже и будет достигнут, это недолговечный вариант. Рано или поздно люди все равно придут к вот этой гармоничной системе, которую вы видели на слайде справа. То есть нам нужно единое космопланетарное мировоззрение. Нас не устраивает старое мировоззрение, ни одно из старых мировоззрений, ни западноевропейское, вот это либеральное. Нас не устраивает даже евразийское мировоззрение, нас не устраивает славянское чистом виде мировоззрение, ведическое мировоззрение. То есть все старые варианты мировоззрения, они должны быть включены в новое мировоззрение, но нельзя ни в коем случае выбирать одно из старых мировоззрений и пытаться натянуть, так сказать, сову на глобус. Это невозможно совершенно. А как сделать это новое мировоззрение? Вот это большая загадка и большая проблема, это большой вызов. И мы стараемся в этом направлении продвинуться вперед постоянно, каждый день, стремясь понять, что же на самом деле нужно для того, чтобы это новое мировоззрение сложилось. Одним из важнейших моментов вот этого нового мировоззрения, мы сейчас подходим к сути нашей темы с вами, заключается в том, что человечество за всю историю, оно опиралось всего лишь навсегда на три вида ресурсов. Вот переход от трех видов ресурсов, от третьего основного ресурса к четвертому – это глобальная проблема современности. И об этом сейчас мало говорят, к сожалению, ну, вернее говорят, но очень скрыто, как-то не до конца, невнятно проговаривая. О чем идет речь? Первобытные люди использовали ресурс природы, то есть они собирали плоды, коренья, охотились на животных, то, что природа давала. Потом наступила эпоха цивилизации, неолит, люди стали на площадях выращивать злаковые и пасти скот. Это уже был другой ресурс, это был ресурс, так сказать, культурных растений. Когда наступила промышленная революция, то люди забрались в недра, и сейчас основным ресурсом являются ресурсы из недр. Все, что в недрах сосредоточено, нефть, газ, руды и прочее, это является ресурсом главным для человечества. Это третий вид ресурсов. Так вот, мы сейчас стоим на пороге перехода к четвертому типу ресурсов. Что такое четвертый тип ресурсов? Это ресурс в будущем эфирной энергии, это ресурс информационного поля Вселенной. И с точки зрения, если не забегать так далеко вперед, это ресурс, который основан на интеллекте, на духовности. На творчестве. На творчестве обязательно, да, на создательной силе людей. То есть, главным ресурсом становится уже не нефть, газ, а становится творческое начало в человеке. Главным ресурсом становится божественное начало в человеке. В принципе, оно и раньше-то было главным, по сути дела. Почему? Потому что самолеты бы не летали, да, если бы человек не сотворил эти самолеты, не придумал. Потому что железо не летает. Железо вообще лежит себе спокойно в земле, никого не трогает мирно, да. Приходит человек, превращает его, так сказать, в самолет и начинает на нем летать. Это все равно так или иначе творческий ресурс. И вот роль на следующем слайде России как раз в этом отношении гигантская. Потому что наши анализы, исследования показали, что именно у России творческий потенциал в среднем по миру выше, чем у других стран. Вот я готов отставить этот тезис на любых дискуссиях, на любых открытых площадках, с любыми оппонентами. Выше, причем не просто выше на 10%, я считаю, раз в 10 выше. Творческий потенциал русского человека, русского народа выше. И именно этот потенциал является тем самым главным ресурсом, на который, сделав ставку, наша страна, во-первых, обойдет весь мир по своему развитию, во-вторых, народ приобретет ценность в глазах власти, потому что народ в настоящее время для власти – это балласт. Ну, есть нефть, есть газ, причем есть народ. И без народа можно прекрасно пользоваться этими ресурсами. А если каждый человек, его семья, его будущий гений ребенок, который родился где-нибудь там в провинции, станет со временем для власти источником миллиардных доходов, то, естественно, катаж, как мы ухаживаем за садом, за огородом, власть начнет ухаживать за своим народом, образно говоря. То есть вот к этому мы подходим. Но для того, чтобы это все осуществилось, чтобы власть это поняла, та власть, которая у власти сейчас, она, конечно, этого не понимает по одной простой причине. Это власть, которая сложилась для, так сказать, добычи и эксплуатации природных ресурсов, закопанных в землю. Все. На этом точка. Дальше отсюда все и вытекает. Та власть, которая будет организовывать творческий процесс, она еще не пришла к власти. Это потенциальная власть. Когда найдутся люди, которые поймут, что они могут и разбогатеть, и мирооблагоденствовать, и страну, так сказать, преобразить, используя этот творческий потенциал, тогда вот и начнется настоящая история будущей России, о которой мы с вами мечтаем. Вот в рамках, так сказать, проекта будущего. Вот. Но при этом, вот как раз на слайде видно, что тут пока этой власти нет, нам надо самоорганизовываться, надо народное ополчение своего рода создавать. То есть нам нужно как-то начинать этот процесс. Для чего? Потому что в будущем нас ждет, в общем-то говоря, контакт с внеземными цивилизациями, когда все человечество созреет, оно превратится в единый социальный организм. Только после этого нам, так сказать, откроются, распахнутся информационные порталы, и мы вступим в контакт с нашими родителями космическими, которые давно ждут, когда мы родимся наконец-то. Вот таким вот образом для России, вот здесь на слайде видно, что ресурс это творческий, важный, и вот такая вот карта России, страны будущей, в которой есть, конечно, и добыча, так сказать, полезных ископаемых, и космодромы, безусловно. Ну и главное, вот тут, видите, символ творчества, это Ломоносов, музей Ломоносова. Вот я как бы такое длинное вступление сделал, которое мы сейчас с вами обсудим, а потом мы перейдем к факторам страха, угрозы, хищников, что нам нужно делать для того, чтобы выйти, вот, нам, конкретно людям. То есть мы сейчас в общих чертах, я обрисовал эту картину, Алексей Алексеевич, ваше мнение по поводу того, что ты сказал. Благодарю, Сергей Иванович, ну, вы назвали сегодняшнюю встречу дискуссия, дискуссия это столкновение мнений. У нас не получится с вами дискуссии, потому что мы единомышленники, и мы просто под разными углами, наверное, обозначим проблематику и ту систему действий, которую мы осуществляем, мы, каждый. Почему мы имеем право на то, чтобы заниматься вот этим, тем, чем мы занимаемся сейчас, а чем мы занимаемся? А мы забираем энергию, время жизни у тех, кто смотрит это видео. Почему? Да потому что мы живем этим, мы посвящаем этому всю свою жизнь, 8760 часов в году мы живем теми задачами, о которых сейчас говорим. А именно, я вначале сказал о том, что мы построились, и построились как русское космическое общество, как люди, которые стоят на позициях русского космизма. Ну, не просто, ведь русский космизм принято отождествлять с тем пантеоном, начиная с Федорова, и дальше, конечно, Циолковский, Вернадский, и многие другие, которые у всех на слуху. Но мы, с одной стороны, шире, с другой стороны, глубже смотрим на проблематику русского космизма. Мы смотрим на нее с позиции не только философии, но и науки. А многие ученые, особенно в советский период, они были ограничены теми рамками, которые накладывала система. И, будь то Академик Анохин, будь то Берг с его намогенезом, Академик Анохин с его функциональными целевыми системами, будь то концепции самоорганизации живой материи, будь то кибернетика организационная в том числе. То есть, это разные грани, я могу перечислять бесконечно, разные грани, разные проекции взгляда на одну и ту же проблематику. То есть, направленное развитие жизни, закономерности этого развития, выраженное через инвариантные законы, по которым данное развитие осуществляется. Выраженное через целеполагание, где мы не говорим про смысл, смысл категория творческого ума человека. Смысл жизни – это категория ума человека. А цели жизни запрограммированы законами. То есть, кто, творец ли, космос, Вселенная, не беремся, Бог, не беремся здесь судить о той высшей иерархии, которая объемлет все, да больше объемлющее главное, да, Бог, как у нас некоторые называют в аббревиатуру, вкладывая некие такие смыслы. Так вот, как подсмотреть цели Бога? По проявлениям, по закономерностям. И вот эти закономерности привели нас в удивительное время. Мы говорим о кризисе, вернее, многие говорят о кризисе, о многомерном цивилизационном кризисе. Трещит по швам вся архитектура, уходящая в ветхой цивилизации. Вот этот накопленный итог противоречий, разногласий, разобщенности, эра разобщенного мира, да, по Ефремову. И что же говорит русская научная школа, школа русского космизма? Она говорит о том, что это роды действительного разума, это всего лишь особый период. Да, роды человеческой жизни, это тоже особый период в жизни женщины. Это напряжение всех ее сил, физических, интеллектуальных, духовных, родить ребенка. Но это естественно. И это не кризис, не кризисная ситуация. Это особый период. Так и сейчас. Поэтому мы здесь полные с вами единомышленники и как части целого, которая стремится помочь родовспоможению вот этого действительного разума своим словом, мыслью, словом и делом, мы будем говорить с вами здесь об одном. Я вот подписываясь под каждым словом, которое вы бы означали, просто со своей стороны и в теории, и в практике нашей повседневности готов обсудить предметные какие-то уже вещи, злободневные. Я бы добавил к вашим словам по поводу родов, потому что для меня это ключевое, так сказать, понимание того, что происходит. Все время в Новом Завете я его очень тщательно изучал, это великая книга на самом деле. Я встретил очень интересное высказывание Иисуса Христа, в котором как раз и говорится о том, что женщина, когда рожает ребенка, она страдает. И это, говорит, тоже выход в новый мир, когда человек, плод превращается в человека, и, говорит, страдания при переходе не есть катастрофа. То есть надо понимать, что происходит, тогда эти страдания легче приносить. Та же самая женщина, если бы она просто мучилась, не понимая, что она рожает ребенка, например, она воспринимала бы эти страдания совершенно по-другому. Поэтому наша задача, я считаю, как в какой-то мере объяснять другим людям, что происходит на самом деле. Что происходит переход, происходят роды, происходит создание новой реальности, сверхновой реальности, происходит рождение нового мировоззрения, мы стоим на пороге нового человечества. И настолько мы будем помогать этим родам, настолько легче нам будет эти роды преодолеть. А если мы будем сопротивляться, упрямся, не хотим мы, мы хотим жить старым, мы не хотим из чрева выходить с земли, мы хотим жить прежним. Ну, понятно, что будет, так сказать. Ну, там, в лучшем случае, какие-то серверсечения, а то там, может быть, и неудачные роды. Я с вами полностью согласен. Я хочу дополнить еще вот чем. Действительно, ну, те, кто, я думаю, что аудитория здесь подготовленная, и многие знакомы с той футурологией, которую несли и Ефремов, и Сергей Александрович, и Снегов, и Лем, и многие другие, их называют пророками, это не пророки, это люди, которые были очень ограничены в своих возможностях нести правду. И они не могли называть вещи своими именами и вуалировали свою правду, свое знание, научное в том числе знание, под вот такими вот образами романов. Так вот, они знали и не могли, а мы знаем и обязаны, знание обязывает к действию. Сегодня мы обязаны явить новую глобальную идентичность, новую глобальную идентичность. Все идентичности ветхого мира пали, пали, пали религиозные идентичности, пали цивилизационные даже идентичности. Слово русское, русская цивилизация, сегодня многие говорят, но мы можем договориться по поводу того, что мы часть русской цивилизации. Договориться-то мы можем. А можем ли мы жить как части русской цивилизации? Отношения выстраивать, семьи свои таким образом организовывать, воспитывать, обратно? Нет, мы не можем этого делать. Это значит, что это цивилизационные, даже это цивилизационные идентичность, исламская цивилизационная идентичность, еще что-то, все очень размыто. И вот есть понятие «пустое полное множество» – мы обязаны с необходимостью сегодня явить, во-первых, эту новую цивилизационную идентичность, глобальную идентичность, сильную идентичность, говоря терминологией науки об идентичностях. И эта идентичность, суть полное множество должно стать, то полное множество, которое придет на смену пустому множеству, коим сегодня является разорванное на куски цивилизации. Вы сказали, Сергей Иванович, об объединении, я здесь дополню, соединение, потому что логика функционально-целевых систем, живых, открытых, неравновесных систем, устойчиво-неравновесных систем, всегда подчинена логике функционально-целевой. А это значит, что элементы такой системы, как полное множество, ограничивают свои связи во имя общей цели, а в случае человека во имя общего смысла. Вы правильно сказали о классе систем закрытых, равновесных систем, закрытых по потокам, неживых систем, у которых центростремительные силы накачивают внутрь себя то, о чем вы говорили. Собственно, период закрытой логики развития совершен. Период логики управления, в том числе управления, вы говорите о той власти, которая еще не сформировалась. Логика управления всей власти на всем историческом периоде, о котором вы сейчас говорили, связана с сохранением управляемости объекта управления в логике ограниченных ресурсов и возможностей. Сегодня наука открывает неограниченные источники возможностей удовлетворения постоянно растущих потребностей. И сегодня абсолютно неадекватная система управления, которая построена на невежестве, которая в свою очередь порождает страх, нужду и страсти. Три кита, на которых стоит вся система управления в закрытых, замкнутых системах. Сегодня принципиально важно осознать, что управление объектом управления, говоря языком организационной кибернетики, через понижение потенциала, ресурсного организационного потенциала объекта управления уже невозможно. Субъект управления не сможет управлять тем, во что он превратил объект управления, понизив его разнообразие до уровня того, что мы сегодня можем видеть. Я бы добавил, да, здесь действительно происходит что на самом деле. Дело в том, что кризис ресурсный и человеческий налицо, и власть, которая выросла на развитии предыдущего. Что такое современная власть? Современная власть – это те люди, системы, которые сложились как наиболее успешные при прошлой деятельности. Вот это прошлая деятельность, это нажива, прибыль, расширение рынков, капитал, рост. Закон конкуренции. Закон логики конкуренции. Возникло, как это естественный отбор происходит, когда в бочку бросают крыс, и там выживает король крыс, он самый хищный, самый злой, и потом его пускают на корабль и начинают всех пожирать. Знаете эту историю, да? Здесь то же самое произошло. Вы выжили только те, кто способен в этой системе старой подняться наверх. Они поднялись наверх, они являются в настоящее время властью, но эта власть, она уже дальше не может так жить. Почему? Потому что ресурс, вот этот безудержный рост ресурсов потребления заканчивается по естественным причинам. И, естественно, у них возникает, что дальше делать. И ничего другого им в голову не может прийти, как просто заморозить ситуацию, социум, ограничить, правильно говорить, понизить, примитивизировать. Почему? Потому что, поскольку ресурсов мало, их надо, так сказать, потребление понизить до минимума. А ресурсов на самом деле очень много, бесконечное множество во Вселенной. И до этих ресурсов надо добраться, но для этого надо перейти в другую реальность. В другую социальную реальность, в первую очередь социальную реальность, мировоззренческую реальность. Потому что у нас есть, благодаря побеску Георгиевичу Кузнецову, который сформулировал блестящий закон социальный, что общество, способное использовать идеи, рождающиеся в голове отдельного индивидуума для роста возможности общества как целого, и использующее эти идеи для формирования среды, в которой рождаются такие индивидуумы, будет обладать наибольшими темпами роста возможности или роста мощности. То есть творческая идея, рожденная в сознании человека и общество, способное использовать эту творческую идею, это и есть двигатель бесконечности развития. Пределы роста, которые родились в глазах ограниченных в своем научном, интеллектуальном, духовном потенциале лиц и организаций, исторически сложившихся в контуре управления миром, не позволяет выйти из контура замкнутой системы и, говоря о нулевом росте, о пределах роста, о составе логики Римского клуба и целях устойчивого развития, они не могут подняться над тем, что Земля – суть открытая, то, о чем вы сказали, системы. Развитие бесконечно. Развитие – это обретение системы качеств, отсутствующих в ней доселе. То есть рост ограничен, если мы говорим о том, что Земля – замкнутая, пространство-временная система. Ну, если мы говорим о том, что нет цели – глобальные выходы за пределы Земли. То есть этот выход за пределы Земли не предполагает полетов в железных бочках, на самом деле. Это совсем другая задача, на самом деле. Мы не знаем, как мы будем перемещаться по космосу. Но я думаю, что так же, как наши предки не знали, как они будут летать по небу и пытались сделать себе крылья с помощью, так сказать, перьев, и там, как икар, пытались летать, они же не понимали, но они стремились вверх. Мы то стремимся в космос, не знаем, как мы там будем. Так же, как икар, мы сейчас пытаемся на железных бочках выйти в космос, да? Но потом спустя… С КПД 3%. Да, с КПД 3%. Потом придет время, конечно, все это станет в прошлом, и, так сказать, в музеях, и будут, в общем-то, смотреть на это, как на телеги. Сейчас современные ракеты станут такими же телегами, как… Ну, сам Циолковский говорил о том, что «да, сегодня ракета». Собственно, отец космонавтики, человек, который создал ракеты, в его работах, он говорит «да, сегодня ракета». Будет иной способ освоения космического предоставства, приемлю его. Он просматривается. Вопрос в чем? Вопрос в том, что, так сказать, вот с грязными ногами кое-куда не пускают. Поэтому надо сначала самоорганизоваться внутри человечества, создать гармоничное человечество. И тогда, когда мы это сделаем, нам откроют эти возможности совсем по других способам перемещения. Сейчас на эту тему не будем говорить, поскольку эта тема совершенно другая. Мы говорим о социальных вопросах. Я бы сказал, что мы с вами обсудили эту тему, и мы с вами оба видим одинаковое будущее, видим задачи, которые стоят перед человечеством. У меня есть еще один момент, чисто технологический, который бы я хотел рассмотреть. Дело в том, что переходы из одного мира в другой в развитии биосферы происходили не один раз. И эти переходы имеют некоторую системную логику, системные закономерности, которые нам неплохо было сейчас бы взять на вооружение. Почему? Потому что если мы возьмем на вооружение то, что когда-то использовалось, так сказать, миром, то мы будем понимать, как нам действовать и сегодня. Вот я сейчас хочу рассказать, буквально маленькую еще презентацию сделать, о том, что движет и как происходят эти переходы, что движет человеком. Ну, вообще-то говоря, движет человеком два фактора всегда. Это любопытство и страх. Любопытство тянет человека вперед, страх подгоняет сзади. Ну, это всегда такое, да? Есть сейчас людей, процентов 20, которым движет любопытство, и остальных толпу, так сказать, гонит сзади страх, потому что сзади накатывается, так сказать, потеря ресурсов, исчерпание ресурсов, исчерпание возможности старой жизни. Вот эти два фактора, вот любопытство и страх, Но мы начнем с любопытства, с интереса Вот тут слайд такой сверхновой реальность, которая нас манит Мы об этом говорим Но давайте рассмотрим фактор страха Но это же реальность Мы же не можем пройти мимо фактора страха, мимо фактора угрозы Вот есть очень любопытная история перехода от мира одноклеточных в мир многоклеточных Как это происходило? Было время, когда на планете Земля жили только одноклеточные организмы Размеры которых составляли максимум 100 микрон То есть даже невидимые глазу Самые крупные из них были амебы и инфузории И большинство из этих видов были хищными Более развитыми и живыми были жгутиковые Но они были меньше И вот на слайде слева видите, как амеба поглощает одно из жгутиковых Он просто поедает его То есть там были свои хищники, которые гонялись за вот этими средненькими микроорганизмами Их поедали Что могли сделать эти средненькие жгутиковые? Да ничего практически, потому что огромная, так сказать, амеба с псевдоподиями Она догоняла этого жгутикового, поглощала и переваривала Нашли выход Они стали создавать колонии Жгутиковые перестали после рождения и деления расходиться Стали создавать колонии Колонии дожили, как ни странно, до наших дней Называются они Вольвокс Или Вольвокс Вот на слайде справа видите такие сферические шарики, в которых точки желтенькие, зелененькие Это и есть жгутиковые, которые были когда-то одинокими, а потом объединились в колонии до 10 тысяч штук вместе Вот может ли теперь какая-то амеба проглотить вот такой шар? Вот такая маленькая амеба и вот такой шар? Конечно нет Как только они сумели соединиться Понимаете? Да, во имя цели Во имя цели Выживание как минимум Выживание как минимум То есть их двигался ими страх Они сразу создали огромную структуру, которую уже прежние хищники поглотить не смогли Они сами не знали, что они делают На самом деле они заложили основу будущих многоклеточных организмов Потому что внутри вот этих объединенных шариков, так сказать, колонии началась дифференциация Внешние, так сказать, жгутиковые выполняли одну функцию, внутренние совершенно другую То есть там началось разделение труда внутри этих колоний Такая творческая самоорганизация, без творчества, биологическая самоорганизация Отсюда пошла есть быть, так сказать Многоклеточный мир Мы с вами выросли вот из этого шага, понимаете? Если бы когда-то эти жгутиковые не соединились в эти шарики, нас бы с вами не было Мы вообще-то ни о чем не говорили, потому что мы являемся продуктом вот этого первого шага Разве это единственный случай? Нет, вот другой случай Я знаю, что многие, так сказать, люди противятся принятию того, что мы все произошли от приматов Считаю, что приматы это что-то грязное, а человек это что-то возвышенное, чистое Но я хочу сказать, что весь мир произошел от Господа Бога Весь мир произошел, так сказать, от Вселенной И поэтому разделять в этом мире какое-то грязное, какое-то негрязное И человека выделять в какую-то отдельную систему, так сказать, совершенно не связанную с предыдущей биологической эволюцией Могут только люди с очень ограниченным, с моей точки зрения, мышлением А мы не такие, поэтому мы вот на этом слайде показали Вот что произошло? Были приматы, которые жили на деревьях На деревьях у них была единственная угроза – это хищные птицы, которые время от времени вылавливали, так сказать, приматов с деревьев И поедали, но это, так сказать, ерунда по сравнению с тем, что они там жили Они жили хорошо На деревьях прыгали в трехмерном пространстве, там совода перемещались Там были растения, плоды, так сказать, листья Прекрасный мир Но этот прекрасный мир постепенно стал исчезать, потому что наступили, так сказать, изменения климатические Которые привели к тому, что леса тропические и дождевые стали уходить Стала появляться саванна, начались пожары И этих приматов просто вот эти условия выгнали, так сказать, на улицу Ну, как после пожара человек выгоняет на улицу Так вот, назад вернуться нельзя, потому что там в лесу другие приматы, которые не пускают Там уже плотненько все Надо приспособиться к жизни в саванне Это было по разным оценкам от 6 до 10 миллионов лет И вот в какой среде оказались эти приматы, на этой картинке очень хорошо видно Мы видим приматов, которые вот по размерам чуть-чуть, так сказать, может быть, больше гиен Гораздо меньше леопардов, львов, так сказать, других хищных животных, носорогов, слонов и прочих-прочих обитателей саванны То есть, самые маленькие, голенькие, беззащитные, ничем не вооруженные, клыков нет, так сказать, бегать быстро не умеют, как леопарду Максимум скорость 30 километров Что могло спасти наших предков от исчезновения? Творческая самоорганизация Да Вот это страшная картинка, как хищник нападает на берного примата А потом творческая самоорганизация – это первое Второе было изобретение сделано То есть, человек перестал бояться огня Он схватил горящую палку, начал разжигать костры И вот эта горящая палка, которая стала отмакиваться от хищников, стала орудием Это вот главная инновация той эпохи Горящая палка Факел, по сути дела Поэтому у нас все волшебные палочки имеют вот такое изображение Это вот генетическая память наша, миллионная Волшебная палочка обязательно искрится огнем, сверкает и так далее Это первое, что спасло человека А второе – это коллективная защита и коллективное взаимодействие Вот тут на картинке показано, как коллектив этих приматов, бывших наших предков Уже нападает на хищников, отбивая у них свою добычу То есть они уже перешли ту стадию страха и стали коллективно нападать на хищников Почему? Вот хищник, как любое животное, воспринимает мир таким образом Если он видит вот такое существо, он его видит таким А если у такого существа или у такого существа есть длинная палка Он воспринимает не как существо с палкой, а воспринимает как некоторое целостное существо, у которого огромный клык Представьте в сознании хищника, вокруг него 10-20 людей с копьями острыми Он воспринимает себя как в пасти акулы, по сути дела Хищник бежит Я видел, как маленькие подростки выгоняют с полей слонов Десятилетние подростки с длинными шестами гонят стадо слонов, те в панике убегают Да развернись этот слон, он этого подростка просто хоботом сметет Он боится, почему? Потому что огромный Вот так вот, объединившись, взяв в руки изобретение творческое и объединение Люди начали гонять этих хищников И вот видите, к чему это привело В конце концов хищники стали, опля, послушными прыгунами через горящие кольца Вот, то есть, о чем это, так сказать, мое, так сказать, здесь выступление Два фактора нам помогут преодолеть трудности Первый – это обязательно какое-то творческое, так сказать, изобретение Шаг в очередную реальность, я говорю, какая-то информационная И второе – это объединение людей в некоторую сеть Мы сейчас уже, нам недостаточно, вот мы об этом поговорим сейчас, с точки зрения Нам уже недостаточно просто сгруппироваться некоторой охотничьей командой Сбиться в стаю Да, сбиться в стаю, это совершенно ничего не решает Почему? Потому что вот эти структуры, которые сейчас глобальные, которые наводят порядок Который у них в голове кажется правильным Они такие стаи размажут элементарно Для них это вообще не сопротивление, ничто Водометами разметают, полиции наемных, войска введут Что нас может объединить? Нас может объединить вот этот самый четвертый уровень развития Информационно-духовный план, на котором мы должны объединиться в некоторую сеть Спрашивают, как это сделать? Алексей Алексеевич, вы это реализуете на практике, поэтому я представляю вам струк Благодарю, Сергей Иванович, благодарю Очень высокий градус, на котором принимаю эстафету Так вот, смотрите, вы обозначили сейчас биологический уровень И это научный уровень Когда вы показали, что условно два вот этих фактора любопытства Как нечто за границами известного И как внутренний механизм развития, который толкает туда, за границей ареала Крайний метаболический тип, прогрессорство и прочее Второе страх – это биология Мы используем одну из формул, определяя функциональную принадлежность человечества В биосфере, называя его вслед за Забелином Человечество – суть духовный орган природы, созданный для управления стихийными силами И развиваем это понятие, говоря о том, что в своих средствах Господствующий над природой, но в своих целях ей подчиненный И вот величайшее, и здесь я произношу слово ответственность И человек в этом смысле от животного отличается генеральным обстоятельством Он отсознанно берет на себя ответственность От имени и по поручению, проявленному в законах и закономерностях природы Вести направленную, разумную А разум от ума отличается тем, что ум – это измерение, а разум – соизмерение Соизмерение с какими-то инвариантами, законами, которые человек через научный опыт Через эмпирику обрел, познал и применил в системе своих действий Так вот, это ответственность И у нас сегодня, у людей, которые оперируют такими категориями знания Есть великая ответственность на оперирование подобными же категориями действия Если мы этого не сделаем, мы, ну, как говорится, да, в писании Вера безделная лртва Так вот, мы будем главными преступниками Потому что одно дело – не знать И знание, конечно, не освобождает от ответственности Потому что всякий может познать Даже в пределах, особенно сегодня Информация открыта Источники есть Организуйся Лиши себя необходимости тратить энергию на всякую билиберду На какой-то массовый спорт, на какую-то массовую культуру На какие-то несуществующие информационные симулякры Организуйся и просто познай Источники есть И дальше, познав, действуй И вот в данном случае, говоря о общей цели и общей системе действий Ведь русское космическое общество, я еще раз говорю Мы создали как инструмент самоорганизации Инструмент прямого действия Вот я немножко, да, позволю с вашего разрешения Вот эту историю нашего с вами соединения В этом строю под знаменем Потому что под общей правдой Под общим смыслом Под общей системой действий Когда вы говорили о том, что Свои труды, свои книги вы писали для потомков Для людей, которые потом Дорастут, как целое, дорастут Как организованное целое Дорастут до этой системы мировоззрения И применят, и скажут Да, он был прав, он был просто в другое время А сейчас время настолько уплотнилось, сжалось и ускорилось И тем более, когда вы увидели единомышленников и соратников в этом деле Потому что ротания идет Идет битва Не просто духовное брание Действительно идет битва мировоззрений Мировоззрение некросферы То есть осознанно, неосознанно Оставляем за скобками По делам их судим И мировоззрение космоносферы То есть вот этого перехода В новое вот это вот качество В новую глобальную идентичность В новое человечество В новую эру фактически Так вот, и вы вдруг поняли Что вы писали для себя То есть все, что написано в ваших трудах С горизонтом мировоззренческим На тысячелетия Оказывается, вы пишете для себя Потому что есть система действий Потому что если нет ответа А что делать То наступает уныние Потому что если вы не можете реализовать Ваши знания Вы страдаете Как и любой другой человек И сегодня удивительное время Когда мы можем И обязаны действовать То, о чем я сказал То есть вот наши предки Которые в системе Очень жестких ограничений Сначала религиозных Потом идеологических И жесткая государственная Монолитная система Что говорить Побес Кузнецов В 43-й год Попытка создать Студенческое научное общество С целью изучения Феномена жизни Как космопланетарного явления И антиэнтропийного ее феномена В 43-й год Попытка на базе МАИ Он пришел с фронта Контуженный Создать студенческое общество Уезжает на 10 лет в ГУЛАГ Сергей Александрович Снегов Неклассическое толкование Основ марксизма-ленинизма 16 лет Но это люди Которые пройдя Все эти Страдания Все эти Они вышли оттуда И всю свою жизнь Посвятили Созданию Той Научной Теоретической Фундаментальной базы Которой мы сегодня Оперируем Так вот К системе прямых действий Относится Первое Понимание Себя Ответственным За все происходящее На нашей планете Сегодня говорить Вот Недавно был день отца 17 числа Учрежден день отца Что такое день отца Отца Отец От папы Отличается тем Что Ну От какой-то физиологической Я имею ввиду Биологической Функции мужчины Тем Что В основе этого понятия Лежит конитегория отечества Отечество Это И ответственность И Система смыслов И действий В которых мы живем То есть та правда Которая лежит на наших плечах Как ответственность И вот Вот это очень важный момент То есть Первое Ответственность Осознать Что мы отвечаем за все Второе Действие Потому что Еще раз говорю Вера без дел мертва А что это за действие И вот мы в РКО Попытались формулировать Некую логику Универсальную Распределив По советам Функциональным советам Образование Культура Экологический совет Здоровье Там И совет труда и творчества Распределив У кого к чему душа лежит Кто какой функционально Целевой определенностью является А дальше Просто дела 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 И вот это очень важно То есть Первое Встать под одну цель для всех Это очень важно И мы ее нашли Сохранение развития жизни Как космопланетарного явления Преодоление пределов роста Беспредельностью развития Второе Принять общие принципы Отношений В этом коллективе Если мы все стоим Под этой звездой Под этим знаменем И движемся в одном направлении И третье По плодам их Вы знаете Проявить себя Реализовать Вот этот вот Феномен Да Преобладание потребности Отдать над потребностью Взять Которую мы называем Любовью Преобладание потребности Отдать над потребностью Взять И высшее Проявление любви В Писании что сказано Нет высшей любви Чем отдать жизнь За други своих Это Вот здесь я вас немножко поправлю Давайте Значит да В Писании сказано Когда спросили Иисуса Что высшей заповеди является Он сказал Самой высшей заповедью является Возлюби Бога своего Превыше всего на свете То есть А второй заповедью А заповедью второй является Возлюби ближнего своего Как самого себя В чем разница Бог с точки зрения нашей Сейчас современной Да и тогда Это вся вселенная То есть Если мы Любим творение Ну там Творение или Бог Как вселенная в целом То мы любим Бога Во всех проявлениях Мы любим этот мир Мы любим эту вселенную Потом мы спускаемся От этого мира К взаимодействию Между друг другом И говорим А вот Частью этого творения Является мой сосед Мой человек Которого я встретил на улице В очереди и так далее Это все проявление Я должен и возлюбить и его Как часть этого творения Вот этот круг любви Круг принятия Чем он шире Тем выше духовность С моей точки зрения Почему потому что Как-то вот определяет Духовность с точки зрения Того что человек Сел в пещеру И там сидит всю жизнь И молится там Или там пытается Там очистить свое сознание От всего У меня рука не поднимается Честно говоря Мне кажется что духовность Да конечно Это тоже духовность Потому что человек Который сидит в пещере Молится и медитирует Он тем самым Очищает пространство Духовное вокруг себя И помогает другим людям Хочет или не хочет Но не все же могут Сесть в пещеры Кому-то надо пахать Кому-то надо строить Кому-то надо детей рожать Иначе некому будет В пещеру И потом сесть Так ведь Вот в этом миру Реальном миру Вот эта вот духовность Она проявляется Не в том что ты Постоянно медитируешь И там Это тоже надо конечно А в том что ты Начинаешь взаимодействовать С другими людьми По принципам Сделать Благого действия Благого действия Вот такое благое действие Мы на последней встрече Начали обсуждать Я загореча сказал Там это делай добро Другому человеку Мне сказали Не сотвори добра Или не навреди добром Или что-то такое Фразу сказали Там надо четко Грань чувствовать Во-первых Что такое добро Добро это когда ты видишь Ты видишь какую-то Программу действий Ты понимаешь Что эта программа действий Она очень полезна Для человека Для человечества Для мира И ты помогаешь людям Эту программу осуществлять Не конкретному человеку Помогаешь А помогаешь Эту программу Реализовать тем людям Которые этим занимаются Ты не конкретному человеку Помогаешь как человек Ты помогаешь Функции этого человека Тогда это дело начинает разрастаться. Так же, как вы собрали людей вокруг себя, я пытаюсь сейчас собрать некоторый коллектив вокруг некоторых программ. – Вокруг идеи. – Вокруг идеи людей. – Не вокруг себя, а вокруг идеи, да. Вот это тонкая грань. Во-первых. Во-вторых, мы тогда уже говорили о том, как научиться делать добро. Многие считают, что добро делать проще простого. Ну, отдай последнюю рубашку, поделись рублем, брось монету нищему, улыбнись какому-то незнакомцу. – И в этом контексте я прям один момент. Сделал ли добро Тарас Бульба, когда сына убил? – Да, когда сына убил. Это к вопросу о том, что социология, то есть правда. – Это должный вопрос. – А он забрал его жизнь, но она сохранила его честь. Это к вопросу о том, что добро, если бы он мать, например, этого мальчика и жена Тараса Бульбы, она бы ему сказала, слушай, ну ошибся парень, ну давай его подумаем, простим. Что сделал отец? Отец, понимая, что есть добро, правды, товарищество, из которой этот мальчик выпал, он потерял главное. Вот знаете, у нас есть такое смертная казнь, а это смердная казнь. То есть человек потерял что-то, что выше жизни для человека, он потерял честь. Это самое страшное, что могло быть, то есть потерять свое причастие вот тому коллективу, той правде, тому товариществу, частью которого он до этого момента являлся. Часть, честь – это все слова одного извода. Вот это то, о чем вы говорите. Если бы он хотел ему добра, он бы сказал, парень, ну… Ну, он хотел бы его с миром видеть. А если он хотел добра ему с позиции той правды, частью которой он являлся, того вот, того абсолютного, идеального, которое выше личного, да, вот здесь вот вы правы совершенно. Ну, еще вот я бы хотел, мне кажется, уже под занавес сказать, что многие говорят, мы начинаем делать добро, получаем в ответ зло. Здесь вот тонкий момент, я над ним думал в последнее время, и пришел к выводу, что добро – это, когда ты начинаешь делать добро, но не человеку, а делу, ну, это какое-то новое для тебя состояние, и ты начинаешь учиться этому. Когда ты учишься ходить, ты падаешь. Когда ты учишься ездить на велосипеде, ты падаешь. Когда ты начинаешь что-то бить молотком, ты по пальцам ударяешь себя. То есть любое дело, которое ты новое начинаешь, ты должен некоторое время учиться. И тут неизбежны ошибки, удары по пальцу, так сказать, молотком, падение. Здесь то же самое, ничего не меняется. Если вы начинаете только делать добро и переходите в состояние от эгоистичного потребления и стягивания всего мира к себе любимому, к другому состоянию, когда вы начинаете людям вокруг себя помогать, осуществлять их идеи, в этот момент первое, что вы будете делать, вы будете спотыкаться, вы будете падать, вы будете ударяться во все углы, вы будете делать все ошибки, которые только возможны. Это первое. Главная ошибка, здесь она вот тоже в Новом Завете очень хорошо описана. Когда человек делает добро и говорит, я сделал добро, человек мне в ответ ничего не сделал. А если сделал, то вот мизерно, вот неблагодарные дети, я их столько растил, при этом забывая человек, что его тоже столько-то растили, да, неблагодарная соседка, я ей там вот кто-то помогла, она мне в ответ даже не кивнула. Так это торг получается. То есть, вот мое добро, я тебе его даю, кладу на весы, в ответ ты мне даешь другое добро, я взвешиваю и смотрю на стрелку. Соответствует ли твое добро моему добру? Если не соответствует, ты плохой человек, ты не расплатился со мной по этим весам, да? Ну что это за добро, когда оно, это просто обмен какими-то услугами. Никакого отношения к добру это не имеет. Это не добро. Добро это то, что ты можешь сделать людям во имя самого себя, поскольку человек, который делает добро, он получает совсем другое мировосприятие, другое мировощущение, другое радость жизни. Это открывает человека то, о чем мы говорили, распаковывает личность, которая замкнута, особенно в последнее время благодаря западной культуре, которая к нам пришла, мы, так сказать, очень сильно замкнулись, и вот очень бы хотелось, чтобы мы вернулись к нашему советскому взаимопомощности, мы не знаю, как это правильно сказать, когда люди старались друг другу помогали, практически бескорыстно, потому что денежных отношений в Советском Союзе практически не было. Ну, если там кто-то пришел, сделал, починил крышу какой-то старушке в деревне, то она кормила борщом, ставила пол-литра, и все. Там денежных расчетов не было в то время, денег практически не было, потому что были фишки, которые обозначали зарплатой и так далее. Вот я думаю, что наша задача, общая задача, это вернуться к нашему вот этому коренному свойству взаимопомощества «Ва, а не я». Я думаю, Алексей Лисеевич, это лучше мою мысль выразит, чем я, и на этом мы, наверное, завершим нашу беседу. Да, благодарю, Сергей Иванович. Данное видео будет, насколько я понимаю, первым в цикле видеоматериалов, которые лягут в основание музея будущего, который формируется сейчас коллективом института правды. Мы называем процесс соединения вокруг общей цели через определенную систему мер и действий, сетения. Это новое понятие, мы его ввели, у него немножко сложное такое определение, это биосоциотехнический процесс, протекающий в духе суэволюции, направляем разум человека в сторону роста жизнеродности или роста мощности всей системы в целом. Системы человечества, системы биосферы, системы жизни. И очень важно в этом процессе существование определенных точек, определенных аттракторов, задающих несущую частоту. Это очень важно для синхронизации и очень важно для формирования вот этого полного множества. Вот процесс сетения заключается в том, что да, технологии сегодня нам дают возможность взаимодействия, коммуникации. У нас есть технологии, мы можем быстро, мгновенно обмениваться сообщениями, синхронизироваться в этой связи и так далее, и так далее. ИСО направляется, ИСО организовывает свою деятельность. Но важнейшим по отношению к этому достижению науки и техники является синхронизация в смыслах и в духе. Вот образ будущего, та цель, та мечта, которая нас сегодня должна соединить в единое целое, пусть она будет немножко под разными углами мировоззрения, масштаба мышления, накопленного опыта и знания у людей будет. Но так или иначе, она должна быть абсолютно универсальна, то есть вечна и бесконечна. Она должна быть вечно и бесконечна, как развитие в масштабах бесконечной Вселенной. Вот это очень важно, поэтому эта точка сборки, которая здесь формируется, я думаю, что у нас будет очень хорошее плодотворное взаимодействие, потому что русское космическое общество само является тем аттрактором, который задает несущую частоту через систему действий. У нас есть, конечно, образ будущего, он проявлен в нашей стратегии 2045, где мы уже поместили в себя некие условия, мы спроецировали те возможности, знания, умения, которые мы обладаем сегодня туда, в 1945 год. Почему 1945 год мы выбрали? Только потому, что это наш ответ Чимберленам, которые запрограммировали технологическую сингулярность. То есть, нечто, что должно прийти на смену тому, в чем мы сегодня пребываем. Что-то, что должно быть, вот что-то какая-то сингулярность технологическая, и вот мы сольемся там в каком-то экстазе технологическом, там в трансгуманистическом, с машиной и так далее, и так далее. То есть, как можно вообще управлять организацией, выстраивать систему же обеспечения обществом и государством на принципах неопределенности? Если мы, как генеральные конструктора будущего инженера истории, должны это будущее проектировать, должны выстраивать систему на 10, 20, 30, 100 тысяч лет, это и есть человеческий разум, разум соизмеряющий, с целями абсолютными, и сегодня иначе просто невозможно в мышле, тем более для политиков, людей. Мы говорим немножечко в шутку, а немножечко всерьез, что глупость отдельного человека – это его личное горе, а глупость политика – это государственное и державное преступление, и это нужно осмыслить и осознать. И в этой связи очень важно, еще раз, увидеть будущее через призму общей цели и общего дела. И тогда, даже когда не будет технических средств под рукой, которые позволят нам синхронизироваться в каких-то общих делах, каждый на своем участке поля жизни будет формировать это будущее, исходя из своих возможностей. А в конечном итоге это и даст тот общий результат, на который мы выходим. То есть принятие общей цели – это и есть залог успеха. А дальше система действий и взаимосодействия друг другу в этих целях. Найдете кого-то, да, это то, что русская пословица «рубись, где стоишь». Найдете кого-то, с кем вместе будете рубиться во имя этого светлого будущего? Слава Богу! Не найдете и в этом счастье, потому что вы со всем миром. Я хотел как раз дополнить, у меня по ассоциации ваш слова, насчет «рубись, где стоишь», вспомнилось очень интересное высказывание Суворова. Когда его стали спрашивать, а вот он воевал, ведь вы знаете, 60 битв выиграл, да, это единственный полководец за всю историю человеческой цивилизации, который не проиграл ни одного сражения, наш замечательный Александр Суворов. Его спросили, ну он воевал там в Европе, ходил и с турками воевал, и с кем он только не воевал. Его спросили, ну как с вашей точки зрения, какое войско самое сильное, самое лучшее, какой солдат самый лучший, он говорит, ну из всех европейских, конечно, воинство, самое сильное войско, это немецкое. Немцы, говорит, это прекрасные воины, вот я там снимаю перед ними шляпу. Но, говорит, русский солдат лучше немецкого. Его спрашивают, а почему? А, говорит, русский солдат действует примерно так. Русский солдат, он говорит, действует так. Каждый солдат свой маневр знает. Вот эта фраза, каждый солдат свой маневр знает, она определяет то, что вы сказали, грубей здесь стоящий. Дело в том, что мы поэтому и победили в последней войне, потому что каждый солдат воевал не так, как ему прикажут строго по регламенту, а так, как он мог сообразить на местности, в зависимости от обстоятельств, исходя из той самой общей цели. И своей личной ответственности. И личной ответственности победить. И вот эта свобода выборов, но в своем мире, и свобода действий в своем мире, в соответствии с высшей целью, и дала нам все победы у Суворова, и дала нам победы в последнюю Великую Отечественную войну. И я надеюсь, и я верю, что нам даст эта свобода выбора и возможность действовать так, как мы это хотим внутри нашего мира, и в ближайшем, так сказать, сражении с, ну, можно сказать, хищниками. С инфернальными силами. С инфернальными силами, с трудностями, с чем угодно, как угодно, назовите, но трудности нас действительно окружают, и мы должны с этими трудностями бороться, сражаться, верить в высшие силы, конечно, которые нам помогут, но они нам помогают только тем, кто борется. Те, кто лежит, так сказать, на диване, никто не поможет, поверьте, даже Господь Бог не поможет. Но поэтому надо действовать. Я согласен просто с Алексеем Сеевичем. Спасибо большое за беседу, Алексей Сеевич. Спасибо, Сергей Иванович. Действуем, действуем, действуем. Действуем, действуем, действуем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok